И результат обучения может заканчиваться картиной. И что очень важно, чтобы он заканчивался картиной, потому что многие закончили училища и институты, а картину сделать не умеют. Студийно они заточены. Вот отдельно эти предметы они могут сделать. А сделать целую картину, понять, где мера картины, нет. И часто бесплодные очень долго. Пока там что-то не произойдет. Надо научиться делать вещи. Даже на старте. Понятно, с ребенка этого невозможно требовать. Поэтому ребенки учатся там. Но взрослый человек должен научиться сначала делать вещи, а потом учиться. То есть сначала уметь, потом учиться. Продолжаем нашу задачку. Вы видите вот эти темные пятна. Конечно, они уже просятся. На хор. Это, конечно же, и коричневый. Это, конечно же, и краснота. Это и синька. Ну вот, может быть, даже с желтенькой. Розовый-голубой по-прежнему. Розовый-голубой. Плюс коричневый. То есть розовый с голубым дал сиреневый цвет. Плюс коричневый, сложный, красивый, сиреневатый цвечечек. Все это уходит туда вдаль. Здесь больше вот по такой траектории. Здесь с нарочитым уклоном. Здесь меньше нарочит уклон. Покажем это дело. То есть это уже у нас в полную силу цвет. Не без синьки. Это не отдельно выкрашенный коричневый цвет. Как многие делают на своих домашних работах. То есть я по-прежнему взял голубой. Розовый. Главных участников. Плюс коричневизна. Сделал этот цвет богатым и сложным. Полосатость. Вода зашла, ушла и оставила след. Здесь он мало читаем, но немножко читаем. Мы его несколько преувеличим. Чтобы эта пустота не была скучной. Чуть-чуть я поджижил мазок. Вы видите, какая вкусненькая полосатость, которая уходит. Явно уходит туда. Плюс желтота. Может быть даже плюс белизна. Чуть-чуть. Разовиночка. То есть оранжевость. Вот сюда я ее подкинул. Подкинул. И еще раз вогнал. Темная волночка. Такого же примерно цвета. Хотя это вода, а это не вода. Но она такого же цвета. Ну так уж вышла. Опять все те же. Можно плюс желтота, которая сделает воду несколько зеленее. Это вот этот лоскуток. И тенечка под пеной. Причем вода, вот эта волна, встала буквально. То есть все лежит, а она поднялась. Сейчас мы этот подъем покажем. Покажем направленностью укладки. Направленностью. Теперь у нас очень много вот этих пенных проявлений. Берем берильца. Берем ультрамарин. Не голубую, а именно уже ультрамарин. И покажем множество. Рыхло, густо, не разжижая краску. Покажем множество вот этих пенных. Может даже плюс розовый, поскольку розовый тоже участник. То есть это небо с закатом белой пене дает сиреневатый цвет. Вот они, пеночки. Причем, вы видите, я оставил, прямо заслоняю вот это. Шелковое. То есть малое количество вещества пены легло прямо как шелк. Обратите внимание, зигзаг. Уползающая змейка. Уползающая змейка. Раздавленное вещество краски ложится почти шелковый. То есть при том, что оно перемешалось, но я не дал ему доперемешаться. То есть я в несколько, только в несколько прикосновений это сделал. И получилось прозрачно. Особенно на фоне того, что сюда придут уже более густые пенные образования. То есть более мощные нахлесты пены. Вот такие. Где-то даже чебякающий характер укладки. Вот с таким чебяком. С рыхлятиной вот такой творожистой. Немножко как облака я укладываю вот эту грядку. И тоже сначала в большей степени раздаю теневой цвет пены. Вот это дорожка пены. Теневой цвет. А потом уже более внятный, освещенный. Ну вот нахально влез зеленый, но по-своему, может быть, даже я его еще и поберегу. Может он пригодится еще. Вы видите, не под... Вот тоже был как проявление белого. Однако вот чистый белый, он уже совсем иначе звучит. То есть мы сначала положили не белый. Плюс все это хочет падать. Эта пеночка падает. И мы ее, этот падательный характер, показываем. Плюс чвяком создаем спенистость ее. Синенькие пеночки. Синенькие, не белые. Любой из вас сразу захочет белый положить сюда. Это синий. Хотя природа у него та же. Вот если камера может приблизить. Любой захочет сюда положить белый. Вот белый. А это белый в тени. Синий. Создадим идею сползания волны в лежачее состояние. То есть здесь она поднялась. А здесь она сползла. И вот в это сползла. Синий. Пеночки. Зигзаг. Зигзаг. Как-то помоделировать более-менее интересно. вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. Потом еще может кистью в тонкости дополним. Вот я положил сейчас густятину краски. Сейчас я эту густятину еще и заставлю чуть-чуть. Смотрите, как я эту сопельку краски поподбивал, и она несколько адаптировалась одно в другое. Правда? Прямо поподбивал вот туда, поподгонял. Ну и опять же вот эти пены уже лежачего характера. Здесь висячего характера, здесь лежачего характера. Они здесь хорошо различимы. Может быть, более мощную. То есть здесь у нас тоненький слой пены, а здесь навалился толстенький слой. Змейка. Вот эту змейку стоит прямо дома поучить, создать себе какие-то условия моря и поучить эту змеечку, поучить ее укладывать именно змейкой. Вот такое, вот такое. Движение, пауза. Ступенька, пауза. Как здесь и происходит. Происходит. Прикольно? Что, не прикольно? Прикольно, в камере еще лучше смотрится. И вот этот свет, свет, можно среди вот... Среди этой пены уже как бы освещенные проявления пены. С очвяком, потому что очвяк дает вот ощущение буквально... Буквально пены с густятиной, с сухой густятиной, творожистой, сухой густятиной краски. Значит, вот до этого состояния сейчас постараемся довести из своей. Хорошо? Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok